Даю ahora la palabra al representante de la Federación de Rusia. Признательный представителям Всемирного банка господину Буске и Африканского банка развития господину Бальде за подробные выступления, послужившие хорошей основой для дискуссии. Поднятый сегодня вопрос об обеспечении преемственности международного содействия при сокращении или закрытии миротворческих миссий ООН, безусловно, важен в целях недопущения рецидивов конфликтов в переходный период, когда итоговый успех коллективных усилий еще не гарантирован. Действительно, сохранить, а тем более приумножить результаты, порой бывает гораздо сложнее, чем их достигнуть. Для обеспечения устойчивого мира в странах, в которых сворачиваются операции по поддержанию мира, важно, чтобы стадия постконфликтного восстановления была должным образом подготовлена. В некоторых случаях миростроительную работу целесообразно запускать еще до сворачивания миротворческого присутствия. Иначе есть риск того, что снижение международного внимания конкретной ситуации может быть расценено некоторыми игроками как сигнал к возобновлению деструктивных действий. Сам по себе вопрос вывода миссий и передачи их остаточных функций другим структурам ООН важно держать в уме изначально и на всех стадиях жизненного цикла ОПМ. При этом необходимо также иметь целостную картину того, как будет выглядеть политическое регулирование, содействие которому осуществляет миссия, поскольку построение и сохранение мира невозможно без национального примирения. Поэтому при рассмотрении мандатов миссий, в том числе имеющих миростроительные задачи, необходимо в полной мере учитывать мнение принимающего государства. Там, где это необходимо, Совет Безопасности ООН может поручить миссии содействовать принимающей стороне в решении миростроительных вопросов, таких как разоружение, демобилизация или интеграция, а также реформа сектора безопасности. При этом при оказании содействия государствам в области миростроительства и сохранения мира в системе ООН требуется как должная координация усилий, так и соответствующая разделение труда, не создающая конфликта компетенций. Включение же в мандаты задач генерического характера, наблюдения за правами человека, сексуальной и гендерной проблематики, природоохранной деятельности, содействия развитию и других, вполне может оказаться неразумной тратой средств. Для их реализации существуют специализированные структуры ООН и международные механизмы. Рассуждая о теоретической взаимосвязи прав человека, развитии мира и безопасности, необходимо осознавать, что само по себе развитие не может гарантировать мир, а мирная жизнь не обязательно гарантирует развитие. Поэтому важно не только учитывать взаимосвязь, но и четко понимать разницу в этих процессах, а также то, какой именно орган или структура ООН несет ответственность за продвижение каждого из этих направлений. Господин председатель, в представленной вами концептуальной записке к сегодняшнему заседанию справедливо акцентируется ведущая роль самих государств в переходный период в соответствии с принципом национальной ответственности. Действительно, именно принимающим правительством принадлежит главенствующая ответственность выработке и реализации миростроительных стратегий и программ при безусловном учете потребностей общества. В данной связи важно, чтобы углубление сотрудничества между ООН, региональными и субрегиональными организациями, а также международными финансовыми институтами в области миростроительства сопровождалось укреплением их отношений с принимающими государствами. Взаимодействие с группами местного населения и неправительственными организациями при этом может носить вспомогательный характер при координирующей роли властей. Важную роль в системе ООН при оказании миростроительного содействия государством играет Комиссия по миростроительству, являясь одновременно межправительственным консультативным органом и площадкой, связующей широкий круг заинтересованных сторон. Видим у Комиссии потенциал для повышения качества рекомендаций Совета Безопасности, которые могут предоставляться по запросу СБ в отношении находящихся на повестке обоих органов с страновым сюжетом. Убеждены, что ценность Комиссии в том, что она может транслировать Совету миростроительные приоритеты принимающей стороны. Это особенно актуально на завершающем, переходном этапе работы миротворческих операций и могло бы стать полезным дополнением к соответствующим докладам Генерального секретаря ООН. Именно добавленная стоимость и уместность рекомендаций КМС имеют решающее значение для их возможного учета в работе Совета Безопасности, Генеральной Ассамблеи и Экосос. Следует также помнить, что члены Совета Безопасности неизменно представлены и активно вовлечены в дискуссии в КМС, ЕОР-комитета и страновых конфигураций. Для улучшения качества взаимодействия Совета и Комиссии важно эффективно задействовать уже имеющиеся широкие возможности в соответствии с резолюциями Совета Безопасности 16.45 и 22.82. Считаем, что их вполне достаточно. Благодарю за внимание. Благодарю за внимание.